Добрый день. И по традиции, во-первых, надо всех поздравить с наступившим Новым Годом, с прошедшим Рождеством и пожелать, чтобы 2021 год был... Ну, в принципе, это не очень трудно быть лучше, чем год 2020. Но действительно, хотелось бы в 2021 году немножко уйти от тех проблем, с которыми мы сталкивались в прошлом году. Тот кризис, который сейчас переживает Европа и Латвия, этот кризис, он, по сути, тестирует самые разные элементы государственного управления. Насколько страны-члены ЕС могут с этим справиться. Он тестирует здравоохранение, тестирует образование, когда дети ушли на удаленное обучение. Он тестирует, в том числе, и социальную сферу. И то, что мы видим в случае с Латвией, мы видим, что система здравоохранения находится на, по сути, сейчас грани коллапса. Система образования находится в тяжелейшем положении из-за нехватки людей, из-за нехватки материальной базы, из-за многих других причин. Но когда мы говорим про социальную сферу, по сути, можно констатировать, что в условиях кризиса Латвия увидела, что социальной сферы у нас как таковой нет. И когда мы говорим про социальные вопросы, про социальное направление, это не только тема пенсии и тема помощи самым-самым обездоленным. Это вопрос, каким образом страна способна, во-первых, кризис пережить, а после этого кризиса развиваться дальше. Потому что когда сейчас мы видим каждый день новые данные о количестве инфицированных, о том, сколько коек занято в больницах, о том, на сколько процентов переполнены больницы, меньше 100%, больше 100%, это не только ответственность и ошибки уже выгнанного министра здравоохранения. В этом в такой же степени виноваты и ответственны и министр благосостояния, и министр финансов, невозможно побороть вирус, невозможно добиться снижения количества инфицированных, если ты закрываешь людей дома и при этом не даешь им денег. А потом удивляешься, почему люди кидаются камнями в полицию и спускают на полицейских собак. Потому что людей довели. В то время, когда наши министры часами сидят и обсуждают, что можно продавать, а что нельзя, колготки или лопаты, они это время должны были тратить, обсуждая разные виды помощи, предположим, парикмахершам, матерям-одиночкам, которым сейчас нечем кормить своих детей, потому что у них закрыто, по объективным причинам им запретили работать, но им никто не предложил поддержки, ни в какой адекватной форме. Мы видим абсолютнейший крафт. Мы видим, что в Латвии нет системных решений, что принимаются решения у рыбочные. Этим дадим, этим не дадим, этим дадим, но позже, этим дали, а потом потребовали, чтобы еще вернули, после того, как ингустарство выплатило, обратно в СГД. Мы видим то, что европейские страны по-разному преодолевают социальные последствия этого кризиса. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то как Латвия. Но абсолютно понятно, что если не будет общих системных решений на уровне Европейского Союза, то у нас впереди достаточно грустное будущее. Но здесь очень важно отметить, что Европейский Союз во время прошлого кризиса был способен объединиться и принять решения, важные на тот момент решения, о фискальной и монетарной дисциплине. То, что нужно сделать сейчас, и то, к чему будет готовиться Европейский Союз, принять такие же жесткие требования на уровне всего ЕС и для всех стран, членов Европейского Союза, по социальной политике. То есть вводить требования, когда государства могут оштрафовать и наказать, за то, что они не выполняют определенные требования по социальной защите своих граждан. Как раньше и как сейчас, любое правительство может столкнуться со штрафными санкциями, если, предположим, уровень дефицита бюджета превышает определенные показатели. То же самое должно быть с социальной политикой. Это главный вопрос, который касается и Европарламента, и парламентов национальных государств, в нашем случае Сейма Латвии. И очень важна, опять же, конечно, поддержка в случае с Латвией наших регионов, людей, политиков, которые работают на земле, которые больше всего сталкиваются с проблемами обычных людей. Если сейчас мы говорим о будущем Латвии, то нам очень важно, помимо того, что происходит на уровне Европы, нам нужно бороться за то, чтобы на уровне преамбулы, как бы не было избитое это слово, Конституции, появились требования по защите социальных прав граждан Латвии и неграждан, естественно, на Латвии. То, что мы видим сейчас, для того, чтобы перевести внимание, для того, чтобы опять отвлечь всех от насточных проблем, у нас начали обсуждать то, чтобы в Конституцию запишать, каким образом правильно определять, что такое семья, господи, у нас сейчас тысяча проблем. У нас страна находится на грани того, что после весны тысячам людей будет нечего вообще есть, а у нас националисты отвязались от русских и теперь они обсуждают, каким образом правильно семью определить. Но это, извините меня, это издевательство, по меньшей мере, если мы дипломатично выражаемся. Дальше, если говорить о том, тех направлениях, где может быть и должна быть абсолютная кооперация на всех уровнях, с одной стороны между политиками, политиками согласия, а с другой стороны очень важно, чтобы была максимальная вовлеченность общественности, рядовых жителей Латвии, я бы отметил следующее направление. Во-первых, Европейский Союз сейчас будет обсуждать очень активно вопрос общего подхода к минимальной зарплате, к минимальной зарплате в Европейском Союзе, которая будет определяться, естественно, это не может быть одинаковый уровень и в Люксембурге, и в Латвии, это понятно. Но чтобы подход был четкий, прописанный, который касается и экономических показателей, и социальных аспектов, на основании которых в каждой стране должна быть определена минимальная зарплата, это раз. Дальше, если мы говорим о вопросах, которые касаются социальной стабильности, причем долгосрочной, и Европы, и Латвии особенно, это вопрос дискриминации, дискриминации по экономической, по социальной почве женщин. То, что мы видим сейчас в Латвии, что женщины страдают от этого кризиса намного больше, чем мужчины, это абсолютно понятно, это связано с тем, что в Латвии достаточно количества семей, которые воспитывают детей матери одни. С тем уровнем поддержки, которая способна сейчас и готова оказать по моральным своим каким-то соображениям латвийское правительство, вот эта группа людей, она обречена на самое тяжелое будущее. Мы должны бороться против дискриминации женщины раз. Дальше, что очень важно, то, что мы увидели в последние месяцы, это цифровое неравенство. Цифровое неравенство, это значит, когда в разных семьях у кого-то есть возможность каждому ребенку дать гаджет, чтобы он мог удаленно пройти необходимое ему обучение, подключиться к качественному интернету, а есть семьи, где один телефон с экраном достойно приходится на всех. И невозможно никаким образом добиться того, чтобы в этой семье дети получили такое же образование, когда мы вынуждены учиться удаленно, как и другие более успешные одноклассники. Цифровое неравенство – это вопрос будущего, потому что мы отлично понимаем, что зависимость от гаджетов, от подключения к интернету в значительной степени будет в будущем определять, кто у нас социально благополучен, а кто не настолько. Дальше, если говорить о очень важном направлении, тоже которое касается единого европейского подхода, это то, что предлагают, с одной стороны, и мои товарищи социалисты, и демократы левы, с этой же инициативой выступает и президент Европейской комиссии Урсу Сулла фон дер Лайн, это доступное жилье, это жилищные программы, которые говорят и о европейских деньгах, европейских средствах на строительство нового жилья, но и в случае с Латвией о том, чтобы выделять средства на перестройку, на утепление, на переоборудование и реконструкцию, реновацию домов, которые были построены в Латвии в советское время. Ни одно сумма управления, даже самое богатое, даже Рибе. Ни латвийское правительство при любом самом разумном подходе к бюджетным вопросам не будет способно найти достаточно денег, чтобы привести в порядок советский жилой фонд. При помощи Европы это сделать возможно, и это вопрос не только качественного жилья для жителей страны, это вопрос еще и защиты среды, потому что мы отлично понимаем, какое количество теплоэнергии теряется в домах, которые не утепляли, не реновировали, а которые построили 20-30 лет назад. Эти те направления, где очень важно, чтобы, с одной стороны, если мы говорим про коллег и согласие, мы работали все дальше вместе, как одна команда на всех возможных уровнях, но мы не сможем справиться, и мы не сможем помочь нашим избирателям, если сейчас мы не обратимся к нашим сторонникам. Нам очень нужна ваша поддержка, ваши идеи, ваши вопросы для того, чтобы мы могли двигаться дальше. Я вам приведу один пример, каким образом сейчас, даже на уровне того, что Европа уже делает для Латвии, очень важен контроль со стороны политиков и общественности. Было принято решение, проголосовали, договорились 27 стран Европейского Союза о том, что будет создан фонд восстановления экономики, почти 750 миллиардов евро, больше половины из этих денег идут в виде грантов, то есть это не кредиты, которые нужно выплачивать, это деньги, которые получат государство, и потом их не нужно будет возвращать. Латвия из этих средств получит порядка 10 миллиардов евро. Уже появилась информация, сказать, что непосредственно Рига получит около 300 миллионов евро на развитие разных проектов, причем в рамках квот, которые идут по вопросам защиты среды. 300 миллионов – это восхитительное решение для Риги, это замечательно, что из Европейского Союза у города будет 300 миллионов евро. За те 10 лет, когда мы находились у власти, мы хвастались тем, что нам удалось найти 200 миллионов евро, чтобы отремонтировать все школы и детские сады, а здесь дают 300 миллионов, причем не на 10 лет, а на более короткий срок. Но очень важно, чтобы это все не закончилось тем, как, например, сейчас предлагают новые власти в Риге, что эти деньги будут потрачены только на Парк-эн-Райт. Парк-эн-Райт очень нужен городу, об этом никто не спорит. И у Рижской Думы всегда были проблемы в том, чтобы найти самостоятельно в бюджете деньги, чтобы построить такое количество парковок. Но если все 300 миллионов копают в парковке вокруг Риги и потратят их на откуп земли непонятно у кого, но это будет, во-первых, очень большим позором на фоне Европы, это будут огромные потерянные возможности для развития города и для развития страны. Вот один пример. Таким образом, параллельно тому, что делается на уровне Европы, мы должны следить и проверять и бить по рукам, чтобы это шло на пользу Латвии. Я думаю, что вместе, если мы говорим про нашу команду и про наших сторонников, у нас должно получиться. Но нам придется очень много и очень активно в этом году работать, чтобы, вспоминая 20-й год, мы вспоминали о нем, о годе, который был полон неудач, и за которым последовал год, когда нам удалось с этими неудачами и с их последствиями справиться. Поэтому еще раз с Новым годом всех, с новым 21-м годом. И пускай такие года, как 20-е, в ближайшее время у нас не повторяются. Спасибо.